Маша Нарижная заканчивает первый класс и с нетерпением ждет 1 июня, чтобы отправиться в школьный лагерь. Вместе с мамой проверяет сцену в актовом зале. Девочка собирается участвовать в конкурсе талантов. Каникулы, конечно, хочется, говорит Маша, а вот прощаться со школой, пусть даже на лето, нет. Я не хочу расставаться с друзьями, мне очень нравится ходить в школу и не хочу расставаться со своими любимыми учителями. Каждое утро ребенок с большим желанием и интересом бежит в школу, приходится масса эмоций, впечатлений. За это хочется сказать огромное спасибо учителям, что они относятся к нашим деткам как к своим собственным. В 16-й школе лагерь будет работать с 1 по 28 июня. Практически все кабинеты будут оборудованы под спальные комнаты, игровые и творческие классы. В спортивный зал, в котором мы проводить будем различные спортивные мероприятия, у нас приглашены на каждый день обязательно гости, которые будут ставить нам спектакли. 170 ребят начальной школы целый месяц будут играть, ездить на экскурсии, смотреть фильмы и заниматься спортом. Трехразовое питание и дневной сон тоже помогут в оздоровлении юных школьников. Несмотря на каникулы, посидеть за партами ребятам в лагере все же придется. Но не в качестве учения, а в качестве развлечения. Их ждет конкурс рисунков. В конце июня жюри подведет итоги. В стенах 16-й школы ждут и старшеклассников со всей Самары на двухдневный краеведческий лагерь имени Михаила Челышова. Оба лагеря для учеников бесплатны. Работа лагеря бесплатна. Государство осуществляет такую очень важную и серьезную работу в летний оздоровительный период. Но те мероприятия, которые проходят, они бывают и на оплатной основе, если это выезд куда-либо. Это и бесплатные экскурсии, это и бесплатные все мероприятия спортивно-оздоровительные игры. Всего этим летом в Самаре будет работать 170 пришкольных лагерей. Почти 13 тысяч ребят посетят их за время оздоровительной кампании. Марьяна Мирная, Илья Овсяников, Константин Головин. События.